сегодня порешаем цепочку примеров сначала решим тот пример который вы должны были выполнить самостоятельно сначала расставим порядок действий первое действие второе действие третье действие и вот это все можно считать за один блок то есть от результата 3 мы будем вычитать результат вот этого действия это действие будет 4 а затем прибавлять результат 5 действия это будет 6 это 7 выполним решение этого примера по действиям первое действие 160 умножим на 2 как умножить 160 это 16 десятков по 16 взяли два раза 16 умножить на 2 320 32 десятка это 320 второе действие то что получилось первым нужно разделить на 8 320 делим на 8 320 это 32 десятка 32 разделить на 8 444 десятка 40 третье действие 40 нужно умножить на 9 4 десятка умножаем на 9 4 на 9 36 и нолик приписываем 36 десятков 360 четвертое действие теперь нам нужно 380 разделить на 2 равно как будем делить представим 38 десятка в виде суммы удобных слагаемых это мы можем взять 20 потому что делим на 2 и 18 20 разделить на 2 10 18 разделить на 2 9 10 плюс 9 19 190 19 десятков это 190 3 клеточки вправо пятое действие пятым действием нужно 500 разделить на 2 500 это 50 десятков 50 разделить пополам 25 25 десятков 25 десятков это 250 шестое действие то что получилось в этом блоке то есть последнем третьем действие 360 нужно вычесть то что получилось в четвертом действие 190 360 это 36 десятков 36 минус 19 от 6 мы не можем отнять 9 занимаем десяток 16 минус 9 7 у трех заняли осталось 2 2 минус 1 1 1 и 0 приписываем 170 7 действие то что получилось в шестом прибавляем то что получилось в пятом 170 нужно прибавить 250 170 170 это 17 десятков 250 это 25 десятков 7 плюс 5 2 пишем 1 запоминаем 1 плюс 2 3 еще 1 4 42 десятка получилось 420 в этом выражении а сейчас запишем пример и выполним его решение 20 плюс 160 умножить на 3 минус 480 разделить на 6 минус 8 70 умножить на 5 плюс 390 равно первое что мы делаем это расставляем порядок действий смотрим сначала умножение деления от начала примера вправо первое действие будет умножение второе действие деление третье действие третье действие умножение четвертое действие мы к 20 будем прибавлять то что получилось в первом действии 5 действие то что получилось в четвертом будем вычитать то что получилось во втором Шестое действие. То, что получилось в пятом, будем вычитать то, что получилось в третьем. И седьмое действие. То, что получилось в шестом, прибавим 390. Выполним решение этого примера по действиям. Первое действие. 160 умножим на 3. 160 умножим на 3. 160 это 16 десятков. По 16 взяли 3 раза. 48 десятков. Второе действие. 480 разделить на 6. 480 это 48 десятков. 48 делим на 6. Получается 8 десятков. 80. Третье действие. 80 нужно умножить на 5. 8 на 5. 40 десятков. Получилось 400. Четвертое действие. К 20 нужно прибавить то, что получилось в первом действии. 20 плюс то, что получилось в первом действии. 480. Вот здесь мы можем даже с вами записать блоками. И сразу выполнить и пятое, и шестое, и седьмое даже действия. Минус то, что получилось во втором действии. Минус 80. Минус то, что получилось в третьем действии. 400. И плюс 390. Выполним сложение десятками. 2 десятка плюс 48 десятков. Получится 50 десятков. Промежуточный ответ сюда можно записать. 50 минус 8. 42 десятка. 42 десятка минус 40 десятков. 2 десятка. 2 десятка это 20. И к 2 десяткам прибавим 39. 41 десяток. Получилось число 410. Обязательно нужно записать после выражения ответ. А сейчас запишем несколько примеров. И вы решите их самостоятельно. Записываем. 360. Цифры пишем красиво и правильно. Нужно разделить на 3. Разделить на 6. Умножить на 8. Прибавить 460. И разделить на 2. Равно. Получается 1, 2, 3, 4, 5 действий. Первое, второе, третье. То есть, следующий пример мы напишем. Отступив вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 клеточек. 8 клеточек отступаем и записываем еще один пример. 140 плюс 240 минус 360 разделить на 9. Умножить на 5, плюс 150, умножить на 3, разделить на 9. Выполните решение этих двух примеров по действиям. Первое, второе, третье и так далее. И здесь тоже. Расстояние между столбиками 3 клеточки. Расстояние между столбиками 3 клеточками 3 клеточки.